Улица Бруснева на северо-западе Ставрополя. И это детская площадка, которая вызывает опасения у родителей. В прошлом году девочка Даша падала. У нее мама просто не в городе живет. Она ребенка отправляет сюда к бабушке. Бабушка, ну, видимо, не пожаловалась. Я бы пожаловалась. Если упадешь, вот прямо на эту железку. И девочка упала? Девочка упала головой в железку. Она орала не своим голосом. Мы тут все были в шоке. Горку сделали, вот, неудобная она. Детя маленькая катается, как ножки раздвинет. Вот это он попадает, и все, и ногах раз, и нету ноги. А куда нога девается? Ну, может, поломать ножку, и все. Бегут дети. С того же поля. Просто вечером люди идут. Вот оно возле дорожки. Споткнулся, упал. Хорошо, если упал и глазом туда не наткнулся. Вот рассечение было бы очень серьезное. Как так можно было спилить лавочки? Площадку оборудовали еще во время постройки домов. А это больше 30 лет назад. И с тех пор ни разу не обновляли. Ничего не пополняется, не красится. Вы сами уже видите, в каком состоянии. Столько домов, огромных детей много. Ну, я не знаю, это вообще ужас какой-то. Такого убожества я еще нигде не видела. Однако площадка пользуется спросом у детей. Сюда приходят не только местные, но и малыши из соседних дворов. А вот и вишенка на торте. Горка в буквальном смысле на выживание. Если взрослые дети сразу могут заметить опасность, то с малышами сложнее. Дети маленькие могут выпасть либо отсюда, либо провалиться вот в эту пропасть. Жильцы пытаются решить вопрос уже на протяжении 10 лет. Рассказывают, что неоднократно обращались в городскую администрацию. Просили помочь депутатов. Но в ответ лишь обещание. То, что это будет на следующий год, то, что это будет в следующем году, то строить здесь нельзя, потому что здесь проходят какие-то сети. Но мы же не требуем, чтобы здесь все заново перелопать. Или хотя бы приведите площадку в нормальный ухоженный вид. Даже у меня есть письма, где отвечали, что включат на 2021-2023 год, включат ее в план благоустройства. Так, настал 23-й год и ничего. Я написала обращение в связи вот с этим ответом. Ну, 23-й год настал. Когда же будет площадка? И вот каждый раз приходят депутаты, слезно обещают. Вот мы сделаем, мы вот это, планы и так далее. ВОЗ и ныне там. Ну, не знаю, если поможете, мы вам очень будем благодарны. Недавно жители многоэтажек обратились на прямую линию губернатора Владимира Владимирова. И дело сдвинулось с мертвой точки. Меня зовут Сергей. Я скажу от лица жителей вот этих домов. Мы неоднократно писали письма в различные инстанции с целью постройки новой детской площадки. Но, как видите, все безуспешно. Просим вас разобраться в нашем вопросе. Благодарим. Я в послании сказал, что мы сделаем отдельную программу «Детская площадка». И, опять-таки, механизм будет такой же, как по программе местных инициатив, которая на Ставропольском крае действует. Иван Иванович, я вас просто прошу, чтобы глава района отработал и пояснил людям, каким образом получить финансирование для строительства детских площадок. Мы много их строим и еще много построим. И давайте, чтобы пилот по улице Бруснево у нас стал первым пилотным проектом по детским площадкам в городе Ставрополь. Наша съемочная группа обратилась в администрацию краевой столицы. И там подтвердили, что площадка на Бруснево действительно уже участвует в губернаторской программе поддержки местных инициатив. Проголосовать за данный объект можно на сайте программы pmsk.ru. Если проект победит, то в 2024 году площадку модернизируют. К слову, двор на улице Бруснево на данный момент в тройке лидеров по числу голосов. Тоже ждут обновлений Екатерина Сегеда и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.